Лиса с журавлём подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманёк, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошёл журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке, подала и подчует. «Покушай, голубчик, куманёк, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу, так всё сама и съела. Кашу съела и говорит, «Не обессудь, куманёк, больше подчивать нечем». А журавль ей отвечает, «Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку. Положил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит, «Кушай, кумушка, право больше нечем подчивать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдёт, и эдак, и лизнёт его, и понюхает-то. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюёт себе да клюёт, пока всё не съел. Не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пришла, не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор дружба у лисы с журавлём врозь. Субтитры создавал DimaTorzok